Включите, пожалуйста, презентацию. Ассоциация «Содействие развитию образования. Смотрим в будущее» объявляет об открытом конкурсе «Педагогический старт в будущее». Основной целью конкурса мы определили поиск перспективных, талантливых работников образования. Хочу подчеркнуть, что в конкурсе «Педагогический старт в будущее» могут принять участие как москвичи, так и работники образования любого другого региона России. Участниками конкурса могут быть учителя школ, заместители и директора образовательных организаций России. Основные условия участия в конкурсе вы видите на слайде. Для учителей и управленцев это три критерия – возраст, образование и стаж работы. Алгоритм проведения конкурса очень прост. Чтобы стать его лариатом или победителем, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте конкурса и пройти результативнее других участников два этапа – дистанционный и очный. Регистрация откроется в первый день весны, 1 марта. И вы видите сайт, который является официальным сайтом конкурса. Кандидату на участие надо будет заполнить информационную карту и разместить в своем личном кабинете двухминутный ролик с ответом на вопрос «А зачем я участвую в этом конкурсе?» После технической экспертизы участникам будет открыта возможность выполнения конкурсных испытаний первого дистанционного этапа. Следующий. В дистанционном формате всем участникам будет предложено написать два диктанта. Классический диктант по русскому языку и второй диктант, который выявит умение учителей и управленцев работать с информационными ресурсами и покажет, знают ли участники современную Москву и те изменения, которые произошли в столице за последние годы. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут допущены к следующему конкурсному испытанию. В этом конкурсном испытании учителя выполнят метапредметные задания Олимпиады, а управленцам будет предложено поработать современными инструментами московского образования. По итогам второго конкурсного испытания будут определены участники очного тура. Очный этап конкурса пройдет в Москве в начале июля 2019 года. Участникам номинации «Учитель образовательной организации» будет предложено пройти предметную или метапредметную диагностику на базе Московского центра качества образования, а также провести 15-минутное занятие с участниками конкурса. Участникам номинации для «Управленцев» пройдут аттестационное центирование в Московском центре развития кадрового потенциала. И также им будет предоставлена возможность участия в конкурсном профессиональном разговоре на заданную тему. Таким образом мы определим дипломантов конкурса. Следующий слайд. Финальные конкурсные мероприятия для учителей будут состоять из двух заданий. Презентации сценария урока в Московской электронной школе и конкурсной пренсконференции, где они встретятся с представителями родительского сообщества. А директора и заместители директоров ответят на вопросы членов аттестационной комиссии в том же формате, в котором проходит аттестация руководителей школ города. Они также станут участниками большой конкурсной пресс-конференции. По итогам этих испытаний будут определены лауреаты и победители конкурса. Лауреаты и победители конкурса получат все причитающиеся им знаки признательности, подарки от наших партнеров и уникальную возможность для своего дальнейшего профессионального развития. Уважаемые учителя, заместители директоров и руководители образовательных организаций, Москва – это город больших возможностей как для жизни, так и возможностей для реализации своего творческого потенциала, реализации своих идей и задумок. Не упустите свой шанс, воспользуйтесь им. Мы приглашаем вас к участию в открытом конкурсе «Педагогический старт в будущее». Редактор субтитров А.Семкин